Аналогичный случай произошел также и в городе Яновол, где из-за неквалифицированного медицинского вмешательства женщина, сама врач, оказалась на медицинской койке и через 2 месяца после данного медицинского вмешательства лишилась почки. В апреле 2011 года меня положили на плановую операцию. Сказали, что операция прошла успешно, удачно, все хорошо. После операции на третий день поднялась температура, появились боли в поясничной области. Неоднократно было сказано врачу об этом, на что они обратили внимание, врачи сказали, что такое бывает. А в итоге гидронефроз и удаление почки, как эксперты сказали в Уфе врачи, сказали, что был прошит мочеточник во время операции, на что, если бы обратили внимание на мои жалобы сразу, то ничего бы подобного не случилось. Таких осложнений бы не было, как удаление почки. Получается, по халатности врачей вы стали инвалидом, да? Получается так, да. Ну, со стороны здоровья все осложнения и осложнения идут. После гинекологической операции было пять операций, намечается шестая в марте. Все тоже по восстановлению моего здоровья. И тут судебные заседания, тяжбы, где в основном врачи обвиняют меня, то, что я сама практически допустила осложнения. Я хочу добиться справедливости, здоровья они мне уже не вернут. Я хочу, чтобы хотя бы мое честное имя не было так опорочено, как они меня... То есть вы пострадали, и вы сейчас сами виноваты стали? Получается так, да. То есть вы сами себе почку вырезали? Да. Также хочу компенсировать мои материальные расходы. Моральный вред. В Генауле суд прошел, частично признали врачебную ошибку. Частично? Частично это как? Частично. Я даже не знаю, там просто... Написали просто частично. А как частично удовлетворить? Частично удовлетворить... Частично удовлетворить мои жалобы, да, так и написано. Мне удовлетворили 200 тысяч, сказав, что время прошло, боль притупилась, мои эмоциональные, физические страдания притупились, все забылось. Это кто пишет? Это судья пишет. Сезитинов. Сам, сам, короче, испытывает. Знает, притупилась у вас, боль не притупилась. Да, им лучше видно. То есть он сам это решение принял, что вы уже не болеете. То есть не по показаниям врачей, а сам. Получается так, да. То есть судьи уже как бы медицинские работники уже начинают делать выводы, то вам помощь не нуждается уже, да? Да. Также мне инвалидность сняли в прошлом году. Я была на третьей группе. Мне сняли инвалидность, мотивировав это, прямо сказали, мотивировав это тем, что я сужусь с врачами, мы тебе ничем помочь не можем. Это был ответ председателя врачебной комиссии Янаульс, город Янаул. Мне отказали в группе, хотя у меня показания не такие, чтобы снимать группу. Я постоянно на больничном, постоянно принимаю лечение. Я без лекарств, у меня ни одного дня не обходится. После удаления почки мы начали обращаться в инстанцию. Мы писали в прокуратуру, в полицию, где нам постоянно отказывали в возбуждении дела, в проверке. Если мы с одного отдела в другой передавали наше дело, то в следственный комитет. Оттуда, обратно в полицию. Писали также в Уфу, в вашу прокуратуру. Перенаправили материал обратно сюда, где не захотели ничем заниматься, просто не хотели. Вот и отписывали. Отписывали, стянули время, ждали, пока выйдут сроки. Хотя у нас были на руках все экспертизы, где четко было написано, что нанесен тяжкий вред здоровью, что имелась врачебная ошибка. Место врачебной ошибки имелось. У нас были на руках эти документы, потому что просто закрывали глаза. Даже в решении с полицией они приводили в постановлениях, приводили такие слова, которых даже в экспертизах, ни в одной экспертизе не было сказано. У меня было пять экспертиз в Башкирии, в Удмуртии и в Казани. Приводили доводы экспертов такие, что нет таких слов. И этим закрывали материалы дела, проверки. Отписывались. Нет умысла, нет данных для продолжения дела, нет данных для возбуждения дела, хотя были экспертизы. Янаульская центральная больница. В результате их неправильного хирургического вмешательства привело к пагубным последствиям, в результате чего была удалена почка. После этой операции пришлось долго восстанавливаться. Были проведены четыре операции. На данный момент предстоит еще операция. В общем, состояние здоровья резко ухудшилось. В результате чего заниматься аналогичной деятельностью невозможно. Мы обратились в правоохранительные органы, правоохранительные органы каких-либо действий, хотя вред был причинен средней тяжести, и они обязаны были возбудить уголовное дело, не возбудили. В результате чего мы были вознуждены уже обратиться с исковым заявлением в Янаульский районный суд по факту возмещения материального и морального вреда. Материальный вред судья, в общем, снизил наполовину. Моральный вред, в общем, по данному деянию сотрудников центральной районной больницы города Янаула был снижен до 200 тысяч рублей. Считаем, что такие действия судьи приводят к тому, что просто-напросто моральный вред не рассматривается в том объеме, в котором он был. То есть, сейчас человек, абсолютно здоровый человек, с двумя почками, на данный момент одна почка поднимать более 5 килограммов не может, то есть, детей своих, собственных детей, в общем, которые находятся еще в раннем возрасте, поднять не может, сидеть долго не может, работать не может, лежать не может. То есть, идет полностью атрофирование всего организма в связи с тем, что организм не срабатывает. В среднем, при перепадах температуры, при перепадах давления или в такие кризисные моменты, в общем, происходит просто-напросто обострение. При обострении, для того, чтобы стабилизировать состояние здоровья, в общем, нужно около 20 лекарственных препаратов в один день. Какая-то нагрузка на все органы жизнеобеспечения, ну, наверное, не тяжело догадаться. При условии того, что каждый препарат со временем прекращает действовать, в общем, или поступает, в общем, какие-либо иные неблагоприятные последствия. То есть, препараты нужно менять. Мы считаем, что на данный момент судами не рассмотрен институт возмещения морального вреда. И по возможности сделаем все возможное, чтобы просто-напросто моральный вред был адекватен понесенным. В данном случае моральный вред и все, что было причинено Карпуниной Динарии Вакиловне. Так, вопрос у меня. Это доказанный факт халатности? Это был доказанный факт халатности. По данному факту было приедено две экспертизы. Одна в Ижевске и вторая была в Казани. В Ижевске была проведена по назначению органов дознания. В Казани была проведена эта экспертиза по инициативе уже Иноульского районного суда. Обе экспертизы сразу же признали факт ненадлежащего оказания медицинских услуг. Это была именно врачебная ошибка. То есть, если бы они надлежащим образом исполняли свои обязанности, то не было бы той небрежности, той халатности, которую они допустили. не было бы. Угу. Угу.